Вопросы адвокатуры И название этого занятия адвокатура Понятие адвокатура вернее И начнем мы с четырех самых важных вопросов, которые есть в адвокатуре То есть сегодня мы окунемся в эту дисциплину неглубоко, но зато поймем, по крайней мере, что это такое И что мы будем изучать в ближайшие сферы Итак, план нашей лекции следующий Первый вопрос – это цели и наименование дисциплины адвокатуры Мы узнаем, зачем вы здесь собрались Что я вам хочу взять Что, может быть, вы возьмете от меня Узнаем, какие учебники есть в этой дисциплине Стоит ли их смотреть, не стоит И вообще, как лучше готовиться к занятиям Второй вопрос у нас будет понятием В этой дне адвокатуры Мы узнаем, что же там изучается Что мы будем изучать в дальнейшем Фрагментарно мы рассмотрим все, что есть Следующий, третий вопрос Который мы рассмотрим Это функция, на которой Попытаемся понять, зачем вообще этот институт существует В чем его польза Может быть, в чем его бесполезно Мы тоже попытаемся определить в этих лекционных ценностях Ну, пожалуй, мы начнем с первого вопроса Первый вопрос у нас – цели Цели дисциплины Цель дисциплины – это то, что я хотел бы вам дать А, соответственно, то, что вы хотели бы от меня получить Не всегда это совпадает Но мы с вами в процессе, особенно в ходе семинарских занятий Попробуем состыковать позиции То есть я попытаюсь подстроиться под вас Вы пытаетесь подстроиться под меня Получить то, что я хочу Первая цель, она такая традиционная Это информационная цель дисциплины Я хочу вам предоставить определенный информационный материал Про такому институту, как адвокатура Ну, например, мы с вами узнаем, откуда пошла вообще адвокатура Узнаем, что это такое за ключевые вопросы адвокатуры Эту цель мы с вами будем реализовать в основном на вот этих лекционных занятиях То есть в ходе лекционного занятия я вам буду давать какую-то информацию Я попытаюсь дать ее более удобно для вас Но вы можете не ограничиваться этим Есть определенные учебники по адвокатуре В нашей библиотеке вы можете их взять Кроме того, кто знакомый, кто привык общаться в интернете Там есть на ютубе часть лекций вывешена Вот, они вывешены также на нашем сайте нашего вуза Вы можете их посмотреть, они небольшие, по 5 минут разбиты И если что-то вы хотите освежить или что-то узнать нового Потому что у нас лекции не будут не все, как уже записано Мы записываем новые сегодня лекции И вы можете также подчеркивать информацию А также все вот эти, что вы видите в презентации Они тоже находятся в свободном доступе Набирайте в писковике понятие адвокатура На поисковое слово И, пожалуйста, вы это получите Это информация Но я считаю, что информация это не совсем главное Что речь информации важна Без импирики, без того, о чем говорить О чем, что мы можем говорить Но больше я акцентирую внимание на следующую цель Которая стоит перед нами с вами Это методологическая цель Методика Адвокатская профессия, она очень интересна тем Что адвокаты являются, я бы так их назвал, экстремальными юристами На адвоката всегда что-то и кто-то давит С одной стороны на него давит прокуратура, суд Сзади подпирает клиент И адвокату, чтобы выжить, адвокат выносят вообще-то интеллектуально расти очень быстро Иначе его просто задают А вторых, какие-то приемы Какие-то приемы вырабатывать, разрабатывать Риторические, логические Если вы пообщаетесь с хорошим адвокатом Вы увидите действительно, что он может вас убедить в чем угодно Более того, через 5 минут, если вы пообщаетесь с другим хорошим адвокатом Он переубедит вас в противоположное Вы не понимаете, как это произошло А это произошло потому, что у адвокатов есть определенные приемы Эти приемы мы с вами будем, особенно в ходе наших семинарских занятий, разрабатывать То есть, они очень полезны Они полезны в юридической деятельности То есть, будьте вы следователем, или адвокатом, или прокурором Это очень полезно знать, как можно настоять на своей точке зрения В чем-то убедиться и убедить коллег Или еще что-то И также мы с вами будем говорить, например, про успешную адвокатскую практику То есть, адвокаты тоже разные бывают Бывают адвокаты, которым нельзя бы не за этого остановиться А есть очень успешные адвокаты, адвокаты с именем И вот как они так достигли Как они выстроили свою юридическую карьеру Мы тоже про это будем говорить И кто из вас захочет услышать Захочет про это проговорить Я дам им возможность и помогу сделать так, чтобы вы свою карьеру Хотя бы, ну как-то вот уже штрихами Штрихами уже увидели Тем более, вы уже достаточно старше Ну и мировоззрение адвокатское очень интересное Это тоже методологическое Невозможно одним методикой руководствоваться Необходимо проникнуться духом Духом вот этой профессии То есть, как вот это так называемое погружение в профессию Мы попытаемся это сделать На нескольких семинарских занятиях я запланировал То есть, погрузиться в то, как думает адвокат Как он вынужден думать И почему он в этой ситуации поступает так или и так же Причем в очень сложных вопросах В вопросах предательства клиента В вопросах введения неправых дел В вопросах в адвокатское монополие Вот эти ключевые вопросы, когда адвокат Известно, что по статистике По психическим заболеваниям адвоката на первом месте Ну, юристы вообще на верхушке А из них адвокаты самые экстремальные Мы поговорим об этом Я буду говорить о том, как сделать так, чтобы Проникнуться горем и проблемой клиента Но не сделать так, чтобы она вошла в вас И стала вашей проблемой Это тоже есть определенные методики Определенный дух Вот это все помогает сделать так, чтобы Оставаясь профессионалом Кто-то участвует в проблемах Но все-таки оно остается в твердом раз Третье, о чем я хотел вам поговорить Третья цель, которую я ставлю Конечно, цели фрагментарные такие Это больше Я пытаюсь вам дать больше, чем написал Но в данном случае это подготовка к адвокатской профессии Вполне возможно, кто-то из вас захочет стать адвокатом Кто-то уже хотел или кто-то так проникнется этим Что захочет им стать Я вам расскажу, есть ли смысл в этом Более того, я вам расскажу, есть ли в этом смысл на территории Волгоградской области Как это технически, более того Мы дойдем даже, сколько это стоит Например, кто захочет в Москве, пожалуйста, про Москву поговорим Волгоград, Волгоград, Саратов, Саратов, Ростов, Ростов И расценки, и подходы Как это все происходит А главное, зачем? Зачем вот эти ограничения? Зачем цензы? Мы об этом тоже будем говорить Не только на лекционных занятиях, но и, конечно же, на семнадцатых занятиях Вот та цель, которая, ну, те цели, которые я поставил перед собой Вот в ходе вот наших занятий Следующий подвопрос это наименование дисциплины Имя, номер, да Имя, это очень важно Как вы назовете что-то Так мы к этому и будем относиться Известна в юриспруденции вещь с таким синтоном, как страхование Ну, вы знаете, что в России она не очень хорошо идет Когда мы стали изучать этот вопрос, в частности Стали переводить на другие языки Оказалось, что в английском, испанском языке, в других романских языках Страхование переводится, ну, примерно, как Помогать, на всякий случай Помощь, вспоможение И только на русском языке страхование Очень такого интересного термина Понятно, страх Так вот, неудачно И некоторые авторы считают, что Оно идет-то плохо из-за того, что Выбрали, подобрали, не очень хороший термин Ну, тут трудно говорить, что являлось причиной, что являлось следствие Но, в любом случае, термин очень над нами давлеет Ваше имя, оно вам или помогает, или мешает Может быть, она как-то строит вашу дальнейшую силу Так и здесь, как назвать дисциплину адвокатура Это очень важно, потому что от этого мы будем дальше отталкиваться Сразу скажу, на сегодняшний день нет общепринятого названия Этой отрасли, дисциплины или науки Нет, никак не могут придумать Это не новость Допустим, в уголовном праве до сих пор Не все считают, что правильно было названо Женское право вообще бред Ну, какие там граждане Там речь не о гражданах, а о цивильном праве Но Я вам предоставлю варианты Варианты почему? Какие? Те, которые используются при написании учебников Если они используются при написании учебников Значит, они приняты определенными авторами И значит, так можно назвать И одновременно мы с вами включим критический модус И начнем критиковать вот эти термины Терминологии Потому что одна из навыков адвоката И которые я хочу вам ее привить Это критическое отношение ко всему К постановлению следователя К решению суда Если вы не умеете критиковать Адвокатам быть очень сложно Адвокат всегда у него критический модус включен Он всегда ищет какие-то недостатки Какие-то пробелы Понятно, что он для своих целей это ищет Но это его очень мощный навык Сейчас мы и попробуем покритиковать Не по критераме, но у нас четыре Так называют эту отрасль права Первый вариант Это адвокатура Адвокатура Дисциплину называют адвокатурой Это самый распространенный вариант Перед вами Лишь несколько учебников По адвокатуре, которые существуют Вверху учебники Название адвокатура Они же примерно такой же Но просто уточнение адвокатура В Российской Федерации То есть верхнюю Которую учебники называются адвокатурой Там подразумевается, что Кроме российской адвокатуры Рассматривается Например, адвокатура Соединенных Штатов Самая передовая адвокатура Германии, Японии Может быть Итак, в чем недостаток? Недостаток Он виден Хотя это устраившийся термин Мы его будем называть Эту дисциплину адвокатуры Недостаток явно прослеживается Он заключается следующим Адвокатура Это институт Какая-то организация Какая-то структура А мы с вами Кроме структуры Структура будет, конечно же, лекция Будем говорить про адвокатские палаты Коллегии адвокатов Но кроме структуры Мы с вами будем Очень многими вещами заниматься Например Адвокатской деятельности Сегодня же начнем Что делает адвокат И адвокатская деятельность Автоматически не входит в понятие адвокатуры Адвокатуры это организация Как нотариат Ведь есть нотариат Есть нотариальные действия Нотариат это организация Нотариальные действия это более широкое То есть это два разных объекта И потому мы отрезаем Как бы автоматически Очень большой класс знаний Когда будем изучать Твой адвокат Опять же термин достаточно удобный Мы с вами узнаем Откуда он пришел в Россию Второй вариант По учебнику по первой части Я вам рекомендую учебник У нас в библиотеке есть учебник под моим авторством И также есть учебник Анатолия Почерена Достаточно известный автор И вот с таким же названием А вот второй вариант Адвокатская деятельность Его очень цепко взял один из москвич Он очень успешный адвокат Виктор Буровин Вот учебник Буровина Очень рекомендую Он назвал адвокатская деятельность У него там аспекты маркетинга Ну так как он сам бизнес адвокат У него очень успешная фирма Он акцентирует внимание на том Как адвокату продвинуть себя Как сделать так, чтобы к нему шли клиенты Как сегментировать, например, клиентскую базу Как можно ли адвокату рекламировать свои услуги Пиар какой-то проводить Вот у него вот такой аспект Но в чем недостаток термин адвокатской деятельности Недостаток в том, что пропадает адвокатура То есть если мы берем только то, чем занимается адвокат Структура адвокатуры как бы выпадает Мы не можем ее узнать Но чуть ниже вы видите учебники Которые как бы синтезируют два этих понятия Некоторые называются адвокатура и адвокатская деятельность Другие адвокатская деятельность и адвокатура В принципе такой синтез удачный Он, кстати, дублирует название закона в адвокатуре Который называется так же Состоит из этих двух терминов Но опять же любое название Которое является многосложным Оно неудобно Неудобно, а оно не концептуально Концептуально это когда одно слово Раз, его можно раскрыть вообще в бесконечности А когда название вообще на учебнике не умещается Это очень неудобно Не только с точки зрения изучения и чтения Но и с точки зрения понимания предмета Когда одно слово Мы начинаем над ним задумываться А что оно в себя включает А здесь только терминов И понятно, что там может закрасываться какая-то ошибка И вообще обычно об этом Концепт, термин это не концептуально А значит не очень удачно Есть еще один термин Его используют два автора Это Груцина Людмила из Москвы И из Ростова автор Они Это вот Я только два По-моему два было издания Адвокатское право Мы ее назвали Дисциплину И свои учебники значит Ну логично Логика есть Логика есть Но здесь происходит В чем Что-то нас корябывает Сразу же что-то Что-то корябывает Корябывает следующее Мы знаем из теории государственного права Что есть два понимания термина права Право в субъективном смысле И право в объективном смысле В объективном это Права, которые закреплены нормативно Там право на жизнь Ну и так далее А другое субъективное право Которое принадлежит каждому Когда каждый говорит Я имею право сегодня идти гулять Это субъективное право Лицу принадлежит И когда мы читаем Смотрим термин Адвокатское право Такое представление Что это право адвоката Но мы с вами будем рассматривать Например, права клиентов Что имеют клиенты Какие права По отношению к адвокатам Права следователей Как следователи могут Писать жалобу И как сделать так Чтобы адвокат Например, не безобразничал В процессе То есть это будет Не только права адвоката Но и права других смежных лиц Управления адвокатуры Ну и то, что я перечислил Конечно, если подходить Прям буквально, точно Это термин правильный То есть Не только надо поправиться Что адвокатское право В объективном смысле Но так как этого нет Опять у нас получается В двухсмысле И еще один термин Поверенное право Поверенное право Я нашел только один учебник С этим названием И то свой И то я уже от этого названия Отказался Несколько лет назад Потому что Ну оно мне нравится Но пока не приживается Хотя некоторые авторы отмечают Что действительно интересное название Поверенное право От чего я шел Когда Вот его разрабатывал Оно шло от того Что От критики предыдущих понятий Что Все остальные Мне под был не полностью подход Поверенное право От слова Поверить Верить Я считаю Что в деятельности адвоката Вера В адвоката Доверие Доверы Это важнейшая функция Если клиент Не доверяет адвокату А адвокат не доверяет клиенту Никакие Дел не будет То есть Будет какая-то Вот Услуга Будет какая-то Оказана Будет какая-то Консультация Какое-то Представительство Но Не будет именно Вот такой Глубинной работы По охране Защите И потому Доверие А как его добиться Там очень много Сложности В доверии Действительно Очень многие клиенты Не доверяют адвокатам У адвоката Возникают Профессиональные Деформации О том Что самый главный Враг Адвоката Это оказывается Клиент Мы будем с ними Этими деформациями Рассматривать Без доверия Ничего не получится Еще один Довод Этому термина У меня Появился После ознакомления С присяжной адвокатурой Есть была такая Адвокатура У нас будет целая Лекция По этому периоду Это расцвет Адвокатуры Мы до сих пор Не дошли До того До чего Дошли присяжные Поверенные Это 1866 До 1916 Года То есть Они так развились Они действительно Такое Оказывали Воздействие На социальную жизнь На помощь Они назывались Присяжными Поверенными Поверенными Опять же Ключевое слово И вот Одно из предложений Это называть Эту дисциплину Поверенное право Куда вполне возможно Войдут не только адвокаты Но и иные юристы Сейчас идет Большие дискуссии По поводу других юристов Называемых Вольных юристов Которые могут Вообще Влиться в эту корпорацию Эту корпорацию Которая будет Организована По принципам Поверенного права Вот пожалуй И все По поводу Наименования То есть Мы держим В уме Что у нас Есть Не только Одно Наменование Адвокатура А есть Остальные И опять же Теперь сможем По крайней мере Критически Отнестись Ко всем Названиям В частности Поверенное право Итак Второй вопрос Нашей лекции Мы перейдем Это такой вопрос После которого В принципе Мы можем Вообще Завершать Наши лекции Потому что Понятие Адвокатура Это вообще Это все То есть Понять Значит все Значит Познать Выучить Ну конечно Мы затронем Только самое важное Из этого понятия И сразу вам Или огорчу Или наоборот Обрадую Единого понятия Вообще Вы должны уже Привыкать Как юристы Как в принципе Люди Которые Близко подошли К науке Что Невозможно Какое-то Какое-то Социальное явление Одним Понятием Охватить Оно Много Много Аспекта Если мы будем Отрезать Другие аспекты Все Мы не сможем Двигаться дальше Кстати Адвокаты На этом Очень хорошо Играют Известно Что адвокаты Могут найти выход Казалось бы Из безвыходной ситуации А как это происходит А потому что Их Разум Настроен На То что Нет Не бывает Одних Не бывает Каких-то Жестких рамок Одного решения Какого-то Какого-то вопроса Всегда можно Этот вопрос Посмотреть С нескольких Кочек зрения И даже Когда мы с вами Сейчас будем Изучать понятия Адвокатуры Мы с вами Будем тренировать Этот навык Смотреть На одно и то же С нескольких Позиций Это важнее Чем вообще Знать Что такое Адвокатура Итак Адвокатура У нас выглядит Как треугольник И значит Три угла Три понятия Будем определять Первое Адвокатура Как Межотраслевой Институт Межотраслевой Институт Адвокатура Это Не отрасль Права Как известно Отраслей Права По одним Перерос Или перерос Или деградированный В прокурора Тогда еще Советского Союза Вот он Выделил С того времени Есть жесткий Перечень Как бы В доктрине В науке Отраслей Отраслей Права Куда Мы Введем Адвокатуру В адвокатуру Мы введем Межотраслевой Институт Что это значит Это значит Что у него Есть Две Части В этом Институте Первая часть Это Непосредственная Часть Которая Регулирует Адвокатскую Деятельность Ее нет Больше Нигде Вы Ни в одной Дисциплине Не узнаете Как стать Адвокатов Вы Ни в одной Дисциплине Не узнаете Например Правонарушения Адвокатов За что Адвокатов Наказывают Это Только Адвокатуры Это Вот Достаточно Узкая Такая Сфера Которой Другие Упросы Не знают Но Если Вы Уже Изучали Какие Либо Процессы Например Уголовный Процесс То Вы Знаете Что В уголовном Процессе Есть Целый Раздел Касающийся Защиты И И там Говорится Про Адвокатов Когда Адвокат Положен С Какого Момента Что Происходит Когда У человека Нет Финансовых Средств Нанятие Адвоката Это Прописано В уголовном Процессе Так Вот Тот Кусочек Который Есть Например В кондиционном Праве В кондиционном Праве Есть Кусочек Например Статья 48 О том Что Каждый Имеет Право На Квалифицированную Лидическую Помощь Этот Кусочек Вот Как Бы Вклинивается И Входит В этот Меже Торстливой Институт Как Адвокат Ну Где Мы Ещё Можем Взять Конституция Понятно Есть Везде Кондиционные Права Все Объемлющие Ну Например Уголовный Процесс Адвокатура Кусочек Взял В уголовном Процессе Мы С вами Будем Изучать Например Свидетельские Иммунитеты Адвоката То есть В уголовном Процессе Это связано С уголовным Процессом В частности Когда Адвокат Не может Быть Допрошен В качестве Свидетелей Здесь Такой Институт В гражданском Процессе Есть Такой Целый Институт Большой Называется Представительство И Один Из Участников Этого Представительства Профессиональный Представитель Это Адвокат Касается Профессионального Представительства В гражданском Процессе Тоже Постепенно Вобрала В себя Как магнит Международный Институт Магнит Который Постепенно Притягивает К себе Нормы Которые Похожи По Относятся К этой Сфере И постепенно Как Колобок Или Как Снежок Он Постепенно Разрастается Разрастается И Вполне Возможно Когда Станет Полноправным Прородом Итак Межотраслевой Институт Можно Дать Понятие Что это Такое Это Совокупность Норм Регулирующих Организацию Адвокатуры И Адвокатскую Деятельность Это Так Назваемое Нормативное Понимание Мы Российские Юристы Очень Любим Нормативизм Ганса Кельзана Мы Все Понятие Любовь Два Среди Даем Через Нормы То есть Это Какие То Правила Которые Регулируют Как Деятельность Адвоката То есть Как Адвокат Действует Так И Как Организуется Вот Эта Система Вот Пожалуй И Все С Первым Аспектом Как Международные Институты Следующий Немаловажный Аспект Адвокатура Как Наука Еще Раз Обращаю Ваше Внимание Что Сегодня Вот На этом Курсе Вы Подошли К Такому Краю Что Может Быть Никто Из Вас Больше Никогда Не Подойдет Вы Подошли К Науке То Есть К 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 Дальше Просто Никто Не Знает Что Там Дальше Происходит Не Случайно Наука Не Случайно Например Вы Знаете Что Вам Читают Лекции Семинары Кандидаты Доктора Наук Что Делают Ученые Учебных Аудиториях Ну По Идеи Ученый Должен Сидеть Дома И Изобретать Познавать Это Непознанное Разрабатывать Какие Теории А Ученые С Вами Здесь И Что То Вам Говорят И Что То Подводит Вас К Такому Краю Который На практиках В принципе И не Нужен Практику Следователю Не Нужно Знать Что Существует Три Элемента Правовых Норм Два По Теории Что Такое Право Вообще Но Вот Именно И Прелесть Науки И Прелесть Преподавания В том Что Подвести К этому Правилу Чтобы Это Осталось У вас Навсегда И Чтобы Вы Знали Вот Это Передовую Может Кто-то Из Вас Пойдет Дальше Может Кто-то Останется В практике Но Вот Это Вы Должны Зафиксировать И Рефлексировать Что Я На Грани Я Был Я Видел Что И Как Развивается И Я Сам Даже Увидел Как Это Будет Развиваться А Этот Наук Я Тоже Буду У вас Пытаться Разработать В том Чтобы Вы Стали Предсказателями Предсказателями То есть Увидели Как Скорее Всего Это Будет В дальнейшем Будущем Ваш Наука Итак Наука Это Научная Школа Вернее Это Ученые Объединенные В Научные Школы Наука Это Всегда Человек Человек Конкретный С Фамилией Имя Отчеством Который Что-то Познает Вокруг Него Может Возникнуть Какая-то Школа Его Ученики Начинают Вот это Все Развивать Или Познавать Дальше В принципе Любое Все Что я вам Буду Уже Сказал Или Буду Говорить Это Было Придумано Конкретным Человеком Конкретный Ученый Взял Вроде бы Было Понятно Что Вроде бы Сейчас Скажется Ну и что Ну что Такое Понятие Права Совокупность Норм Ну что Тут Такого А Надо Додуматься Многие Столетия Тысячелетия Этого Ничего Не знал Кто Это Придумано Итак Есть В России Я их Выделяю Две Научные Школы Адвокат 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 Так Важны Что Я Обращаю На Это Ваше Внимание Я Покажу Вам Лица Лица С большой Буквы Это Те Кто Двигает Адвокат Адвокат Благодаря Кем Они Всех Здравствуют Которым Благодаря Им Это Все И Лица Итак Первая Школа Которую Я Выдел Это МГУА Так Называемая Это Московская Государственная Юридическая Академия И на Этой Академии В Москве Есть Кафедра Адвокатуры Нотариата И на Этой Кафедре Такие Кафедры Есть Во многих Вузах России Но Так Чтобы Это Стало Школой Это Конечно Я Только Две Кафедры Знаю Которые Смогли Такую Достичь Я Сейчас Покажу Фотографию Кафедры Которая Нам Нелюбезно Предоставилась Вы Сразу Поймете Что Это Школа Есть Лица Которых Вы Узнаете Например Борщевский Борщевский Это Может Вы Знаете Его Как Что Где Когда А Он Например До Того Как Он Ушел В Политику До Того Как Он Ушел В Государственную Службу Он Был Адвокатом И Он Например Специалист И До Сих Пор Он Остается Наверное Никто Его Не Превзошел По Адвокатской Этике У него Монография Адвокатская Этика Он Вообще Первый В России После Советских Времен Вообще Поставил Вопрос О том Что Адвокатам Необходим Кодекс Профессиональной Этики Что Адвокатам Необходим Какие Правила Их Поведения Иначе Они Будут Вообще Асоциальны С позиции Общества Именно Он Это Его Идея Это Конечно Где-то 90-е Годы Когда Он Идеей Занимался Активно Он Известный Специалист Рядом С ним Кучерена Тоже Известный Полиполитик Больше Общественная Палата Вот Он Учебник У него Учебник По Адвокатуре Но Еще Из Тех Которые Здесь Присутствуют Я бы Обратил Внимание На Володину Судану Юрьевну С краю Это Риттер Риттер И душа Науки Адвокатуры Это Очень Добрая Женщина Она Знаете Очень Тепло Подходит Ко своим Очень Многие Люди Защитились Именно Благодаря Ее Силе Затем Ивакин Ивакин Это Вот С краю Это Известный Специалист В области Представительства Адвокатурой По гражданским делам У него Также Исторический Уклон После того Как он Раскритиковал Мои статьи Про историю Он так Качественно Это сделал Что мне После этого Пришлось С монографии Написать Эту Проводу В ответ На его Критические Замечания То есть Так Закритиковать Чтобы Понимаете Есть люди Которые критикуют После этого Вообще Ничего Ничего Не хочется Делать А есть Такая критика Которая Двигает Человека В движении То есть Она его Как бы Является Его Провозом Движителем Вот он Так историю Хорошо Указал На недостатки Что Завел меня Практически На полтора года Только Недавно Завершилось Кстати Результаты Этой работы Мы с вами Уже В ближайшее Время Увидим Это Про Присяжную Адвокатуру Итак И Поспелов Олег Витальевич Олег Витальевич Защитился По форумам Адвокатских Образований По адвокатским Фирмам И когда он Это написал Было сказано Что больше писать По этому поводу Нет смысла Представляете То есть он дошел До такого края То есть он так Расширил Вот эту Сферу знаний Что до сих пор Никто подойти К этому Даже не может Потому что Написать Что-то новое Это надо Дойти До этого места И дальше Дойти А никто Даже до этого места Дойти не может То есть Как бы читают Это Но понять Дальше Уже невозможно Вот уже Несколько лет Эта тема Как бы Остается его Вот форум Адвокатских Образований Олег Витальевич Безусловно Лидер В этой области Уже в принципе Может ничего не писать Хотя он молодой Но уже все То есть он уже В истории Свою Лептус Как и Мащевский Как и другие Следующая школа Это тоже Московская школа Это Российская академия Адвокатуры Нотариата Конечно Она по духу И по Составу Немного другая Чем школа НГУА Капитра НГУА У нее есть Лидер Гасан Борисович Мерзоев Очень активный Человек Он именно Активничает Во всем Вот знаете У Гумилева Ливать Гумилева Такое понятие Как пассионарии Пассионария Это человек Который Который Всегда что-то Делает Всегда что-то Хочет Позитивно Негативно Это не важно Но он всегда В активе Кстати Очень Не хватает Современным Некоторым Своим Студентам Что-то делать Сделайте Хотя бы Плохое Плохое Тоже нормально То есть Мы можем Плохое Использовать в рост. Так вот он делает хорошее, причем активно. Вот эта школа, Российская Академия Долготора, я вам рекомендую, много работ, оттуда вышло много ученых, причем и из провинции там защищались, и доктора, и кандидаты юридических умов. Следующее, я уже перейду к авторству, к отдельным лицам, это Трунов Игорь Леонидович. Скорее всего, вам он должен быть известен, он известен как адвокат, защищает потерпевших. Потерпевших по терактам, вот такое. У него есть учебник, который двухтомник, вот такой толщины, наверное, самый толстый учебник. Но он, учебник я не могу сказать ничего плохого, а вот потому, как он ярко и точно видит проблемы адвокатуры, это точно, это 100%. Он такие вещи видит, что, например, он говорит, ну зачем экзамен для поступления в адвокатуру? Это же создаст коррупционную схему. Он говорил еще в 2002 году. И что же вы думаете? Она так и не была создана. Итак, следующее, его за это ругали. Следующий автор, это уже вам известно, уже сегодня я вам проговаривал, Гуровин Виктор Николаевич. Это вот его учебник, его адвокатская фирма Юстина, его бизнес-адвокатура, его маркетинг. Вот именно это единственный учебник, который я вам могу рекомендовать, который был издан до 2002 года. Потому что после 2002 года очень много адвокатуры изменилось, и все учебники можно выбрасывать, которые были до этого года. А вот его, вот именно там маркетинг, он первое там видел, он первое стал разрабатывать. И те лакомые, действительно, как он рассказывает, доходы, которые делает его фирма, это вообще притягивает в адвокатуру не просто, что это общественное служение, но это вещь, которая может прокормить человека недостаточно. Ну, если у него есть недостатки, я буду его критиковать, например, известная его любовь к черному цвету. Он говорит, что вот машина может быть любого цвета, лишь бы она была черной. И так далее. Вот ты, конечно, считай это перегибом, но все равно его иди, живут и здравствуй. Не приурорадские адвокаты живут по его заветам. Если вы увидите черных людей, это вот они, может быть, не знают самого Робина, но точно живут по его заветам. Следующий автор, это Гипнис Николай Матвеевич. Может быть, вы знаете Генри Марковича Резника, есть такой адвокат в Москве, президент адвокатской палаты города Москвы. Так вот, Николай Матвеевич, это тот, кто в его палате занимается вопросами дисциплинарной практики. То есть, вот все, что потом копируют наши городские адвокаты, когда наказывают провинившийся адвокат, они копируют с него, с Москвы. А в Москве написал все по этому поводу Николай Матвеевич. Там у него очень интересная работа и очень интересные разработки. То есть, по сути, он пишет о том, как наказывать адвокатов. И адвокатов наказывают так, как он пишет. По крайней мере, систематизируют, описывают. Очень значимый человек, действительно, наука, как дисциплинарная ответственность адвокатов, он, ну, передал им месте, движет это направление, двигатель. Следующий, это Воронов Александр Алексеевич. Это из Воронежа. Профессор, доктор юридических наук. Он занимается вопросами кондиционного права на квалифицированную юридическую помощь. Он пытается, у него одна из последних работ по этому поводу, пытается объяснить, что такое квалифицированная юридическая помощь. Вообще, нужна ли она в России? Потому что до сих пор, есть большие сомнения, вообще, мы с вами тоже это увидим, что такое юридическая помощь. И как узнать, что она квалифицирована. Потому что, что такое чай, я знаю. Есть нормативы. А что квалифицирована юридическая помощь, пока никто не знает. Ну вот, он придвинулся к этому вопросу очень серьезно. Вот один из специалистов именно в этой области. Следующая, это Груцина Людмила Юрьевна. У женщины в адвокатуре это отдельный вопрос. Исторический, очень интересный. В науке также. Людмила Юрьевна, она, знаете, многостановщенница. У нее много учебников. Наверное, у меня пальцев на руках не хватит. Она очень много пишет. И, в частности, написала учебник по адвокатуре. Ну, достаточно интересно. Ее статья у меня запомнилась. У нее статья такая. О бедном стажере замолвите слово. Ну, уже по названию слышно, что человек не только сухой ученый, но что-то есть у него и творческое. Творческое и интересное. Следующая, это Гармаев Юрий Петрович. Он также, как и кипец Николай Матвеевич, специалист в области профессиональной ответственности. Но он смотрит на адвокатов с позиции государства. А с позиции государства адвокаты это вообще-то не очень хорошие люди. Потому что они делают так, что людей вытаскивают из-под стражи, например. Или делают так, что их освобождают. Вот Юрий Петрович, у него такой вот взгляд на адвокатуру с позиции государства. Он тоже обоснован. Конечно, адвокаты его очень критикуют со всех сторон. Но тоже любят, когда вас говорят, что вы что-то делаете плохо. Но он заставляет задуматься. Задуматься, чтобы адвокаты, например, не ели уголовные дела. Будут такие случаи. Допустим, он рекомендует поставить адвокату кетчуп в следующий раз, чтобы он не занимался такими вещами. Ну вот, Юрий Петрович этим занимается. Он из Сибири. И завершим мы этот небольшой ряд. Перепенка Юрием Сергеевичем. Это один из управленцев адвокатуры. Но в принципе, он не руководитель адвокатуры вообще, но один из 40 руководителей. Я бы назвал его второе место по политической знамечимости в адвокатуре. Но он ученый. Он защитился по адвокатской тайне. Наверное, он, да, он впервые вывел такую штуку. В разных палатах, в одной палате адвоката за одно деяние исключили из коллегии, а в другой палате оправдали за это же деяние. Вот он, это связано с адвокатской тайной, с нарушением адвокатской тайны этого исследования. То есть он увидел противоречие, которое сложилось в дисциплинарном производстве. Увидеть противоречие, это и есть склад ученого. Тот, кто видит что-то не так, видит, рефлексирует по этому поводу и говорит почему. Вот он в своей книге, в своей работе докторской, он пытается это разрешить. Ну, знаете, то, что я вам продемонстрировал, ну, в принципе, это и все. Ну, чтобы не обидеть, какой я, может быть, забыл, ну, еще человек пять. Из жизни, ну, из ныне здароствующих. Но это вот все перед вашими глазами, по сути, прошли все те люди, которые двигают адвокатуру в России. Науку, по крайней мере. Представляете, как их мало? А сколько людей изучают адвокатуру? А сколько работают в адвокатской сфере? Более 50 тысяч адвокатов у нас в России. И всего лишь, ну, 20 человек, которые являются сексористами адвокатства. Итак, это второй аспект. Надеюсь, вы проникнулись в тому краю, с которого вы пытаетесь подойти. И третье, это непосредственно дисциплина адвокатура. Третий аспект, чтобы мы дали понятие. Значит, напоминаю, первое у нас адвокатура, как межотраслевой институт, как правило, на который регулирует деятельность адвокатов. А второе, это у нас как наука, это ученые, которые вырабатывают различные теории в адвокатуре. И, наконец-то, мы подошли к дисциплине. Кучей она так дает понятие дисциплина адвокатуры. Кстати, наука в адвокатуре еще называют некоторые авторы адвокатологией. Не очень название, но, в принципе, прижимается. Так вот, дает следующее понятие дисциплина. Это совокупность учебного материала, систематизированного для понятия адвокатуры адвокатской деятельности. Это совокупность учебного материала, систематизированного для изучения адвокатуры адвокатской деятельности. Если я начну разговаривать с вами языком ученых, естественно, что-то понять будет очень сложно. Потому что там уже определенная своя терминология существует. Существует определенная уже аксиома, которую не надо пояснять, потому что ученым всем это понятно. А дисциплина, задача дисциплины – так рассказать, чтобы вы как бы всегда были в напряжении, с одной стороны. Потому что только в напряжении происходит усвоение какого-то материала. Но, с другой стороны, чтобы вы не выпадали с этого процесса. Выпасть очень легко. Сидите, сидите и задумывались о чем-то. О чем это говорит? О том, чтобы вы были из процесса. Вот дисциплина, хорошая дисциплина, она разработана так, чтобы держать вас в напряжении, потому что если вы вне напряжения, вы расслабились, и опять вышли из системы, из понимания. Но и не без перегрузки, после которой вообще невозможно понять, о чем вы говорите. Так учебники мы, кстати, это сделаем. Есть учебники, которые невозможно читать, потому что они слишком умные. А есть учебники, которые слишком много воды, и пока читаешь, засыпаешь. Так вот, вот эта середина какая-то, чтобы быть все время в напряжении, в напряжении, и понимать вот эту задачу дисциплины. Дисциплина, адвокатура во всех вузах есть. В некоторых вузах, как мы уже знаем, есть целая кафедра адвокатуры и нотариата. Сама дисциплина разделена на две части. Это общая и особенная часть. Общая и особенная часть дисциплины адвокатура. В общей части, например, у меня краткий перечень, дается предмет адвокатуры. Это то, что сейчас мы в эту секунду с вами разбираем. Дается, например, субъект адвокатуры. Источники, история адвоката. То есть, определенные общие вопросы, которые касаются всей адвокатуры. И вторая часть, особенная часть, касается деятельности адвокатов в отдельных юридических процессах. Например, в конституционном процессе, в уголовном процессе, в гражданском процессе. Так вот, моя позиция как преподавателя в том, что вторую часть мы с вами изучать не будем. Почему не будем? Потому что это слишком практикоориентированно. Что значит слишком? Это какие-то методики участия адвокатов в отдельном виде процесса. Например, как сделать так, чтобы следователь вас пустил к обвиняемому. Хотя он этого очень не хочет. Это тактика. Эту тактику лучше понимать и уяснять прямо уже непосредственно на месте. Это лучше один раз показать. Тем более, может быть, вам это не пригодится. Вот вы будете гражданские больше процессы изучать. Или еще как-то. Я больше внимания уделяю общим вопросам. Общим вопросам, которые пригодятся в любом случае. Даже в том, когда вы... Есть шанс, чтобы вы никогда не будете адвокатами, но все равно вы сик будете встречать. А уж особенную часть я вас попрошу, если будет желание, на практике, на какого-нибудь хорошего адвоката, вы уже поймете его навыки, как вести какие-то процессы. Вот все, пожалуй, про дисциплину адвокатуры. Итак, у нас три элемента. Адвокатура как отраслевой институт. Адвокатура как наука. И адвокатура как дисциплина. Если вы дадите три этих определения, в принципе, это уже будет сильно. То есть вы с трех точек зрения посмотрели одно и то же. По поводу понятия адвокатура и права, известная есть формула. Это так называемый на многостарственных экзаменах вопрос на добивание. Знаете, да, такой? Вы еще на вопросах не были, да? Ну, когда будете, не дай бог, вам его услышите. Вопрос на добивание, когда студент вообще ничего не знает. И тогда ему задают вопрос. А что такое право, кстати? В understandable добивание почему? Потому что еще Геккель сказал, что ни один юрист не знает, что такое право. И никогда не узнает. Это вопрос без ответа. И когда этот студент начинает вот так вот делать, я говорю, ах ты и право не знаешь, что такое. Ну, правильно ответ такой. Никто не знает, что такое право. Ну, право мне надо дать несколько ответов. Кто думает, что это такое? Так и здесь никто не знает, что такое право. У меня вообще есть ли, она существует ли, она. Ну вот, три аспекта, по крайней мере, мы с вами вы послушали, а я вам расскажу. Следующий вопрос нашей лекции – это предмет адвокатуры. Предмет адвокатуры – это те социальные отношения, которые регулируются поверенным правом. То есть это то, где работают вот эти правила, вот эти правила, о которых мы с вами говорим. Правила, связанные с адвокатами. Эти социальные отношения очень широкие. Да, это отношения адвокат-адвокат, это отношения адвокат-клиент, адвокат-судья, адвокат-прокурор, адвокат-орган адвокатского самоуправления. Это очень широкая сфера социальной жизни, где работают вот эти правила. И вот этот объект большой мы условно делим на две части. Делим на адвокатскую деятельность и адвокатуру. И будем их разбирать по очереди. Итак, начнем с адвокатской деятельности. То есть пытаемся сейчас определиться, где мы находимся. Где вот та сфера отношений, где работают, где существуют и живут адвокаты. Адвокатская деятельность. Ну, казалось бы, ну что за вопрос? Ну что такое адвокатская деятельность? Что такое юридическая деятельность? А никто не знает. Это вообще одна из самых таинственных видов деятельности. Например, по одному из исследований, когда клиентов адвокатов спросили, выборка достаточно была хорошая, зачем вы приходите к адвокату? Вы не поверите, что было на первом месте. Первое место было по сочувствованию. Чтобы выслушали по сочувствованию. То есть приходит не за юридической помощью, а приходит за несколько дней. А что такое юридическая деятельность? Что такое юридическая помощь? Например, работник ГИБДД машет палочкой. Это юридическая деятельность? Конечно. Он же руководствуется, в основном, правилами дорожного движения, которые утверждены правительством. А к этому выписывают протокол административного правонарушения. И что же юридическая деятельность? Вообще трудно в современном мире найти какую-то профессию, которая не связана с юридической деятельностью. Например, продавец в супермаркете. Разве он не заключает договор купли-продаж? Разве он не заключил договор представительства со своим наработодателем и сейчас отпускает вам товар? Ну что же юриспруденция? Как узнать ту грань, ту концентрацию юридических знаний, которые необходимы для данной профессии? Так вот, считается, что адвокатура это классическое юридическое правительство. Но вот юридичнее быть не может. Ну и тут есть проблемы, есть вопросы. Итак, под юридической деятельностью понимается деятельность по оказанию юридических услуг. Деятельность по оказанию юридических услуг. В принципе, это определение по неизвестному из неизвестного. Потому что у нас состоит новый термин – юридические услуги. Кстати, который адвокаты очень не любят. Итак, в чем нам может помочь адвокат? Действительно, большая часть помощи не юридического характера. Иногда одно присутствие адвоката уже помогает. Иногда уже одно присутствие адвоката возле человека, у которого проблемы, его как бы успокаивает, приводит в порядок его мысли. Но мы говорим сейчас о юридическом аспекте. В законе об адвокатской деятельности не данкий речень, что значит адвокатская деятельность. Но этот перечень такой, знаете, немножко рыхлый, и он открытый. То есть, там написано эти и еще, пожалуйста, какие-нибудь. Итак, я выделю три классических, ну, как бы классических, вот все считают, что это вид адвокатской деятельности. И один дополнительный. Итак, классический, это юридическое консультирование, как вид адвокатской деятельности. Второе, это составление документов юридического характера. Третье, это представительство. Это вот три классических вида адвокатской деятельности. И четвертое, как бы, вот дополнительный вам бонус сегодня, это бизнес-адвокатура. Очень интересное направление. Чтобы вас заинтересовать, там, зарплаты с такими нулями, сколько вы можете себе, не можете себе представить даже. И вот, очень интересный вид деятельности. Ну, начнем с классических, с тех, которые были, начиная с русской правды. С русской правды, вот эти три вида, уже какие-то элементы этих видов адвокатской деятельности, тогда они не назывались адвокатами, они уже существовали. Итак, консультирование. Первый вопрос, первый вид деятельности, это консультирование. Консультирование, это разъяснение по юридическим вопросам. Ну, казалось бы, ну, что проще, ну, что проще, проконсультировать. Здесь бы я дал еще одно определение сразу же. Это элементарный вид адвокатской деятельности. Здесь мы будем играть на этом термине элементарный. Элементарный не в смысле простой, а в смысле, что он всегда является элементом других видов юридических услуг, юридической помощи. Всегда, например, вы составляете юридический документ, ну, если он адвокат составляет, он же дает консультации клиенту по его поводу, естественно. Когда адвокат представительствует в суде, он дает консультации? Конечно, дает. То есть, это элементарный, это он всегда. И вообще, даже у адвокатов нет монополии на консультирование. Более того, у юристов нет монополии на консультирование. Я знаю многие неюристов, которые очень хорошо консультируют по юридическим вопросам. Причем так оригинально, что ни один юрист этого не додумывается. То есть, в любом случае, всем вам потребуется, и уже сейчас требуется, ну, скорее всего, вас уже спрашивают, уже как бы юристы, да, уже кто-то, кто-то доспрашивает. Вам необходимо знать какие-то правила этого деятельности. Поэтому написано достаточно много работы. И я, наверное, остановлюсь на ошибках. Раз мы включили критический модус, так я позиционировал. Итак, ошибки консультирования. Может быть, они покажутся вам странными. Может быть, они покажутся вам понятными и так. Но то, что их допускают сплошь и рядом, это однозначно. Итак, первая ошибка, на которую я хотел обратить ваше внимание, и более того, сделать вам запрет, чтобы вы никогда ее с сегодняшнего дня не совершали, запрет бесплатного консультирования. Никогда никого бесплатно не консультируйте. Никогда. Если кто-то вам попросит, ну скажи, вы можете сказать, что Роман Григорьевич Волниченко не официально запретил консультирование. Если он успокоится, то успокоится. Если нет, вы можете привести определенные докты. Ну, я вам приведу, мы на семинарах еще раз по этому поводу поговорим. Ну, вот, например, такое. Считается, что, ну, проконсультировал и проконсультировал, да? Бесплатно и бесплатно. Но в любом случае, когда человек консультирует, он же в ответе за ту консультацию, которую он дал. И не говорите мне, что нет. Например, вы ему дали консультацию, ну, бесплатно, а он сел на три года. И потом вы встречаете его через три года, и он к вам, говорит, как же так, а вы говорите, да, бесплатно же. Разве вы не... То есть, в любом случае, вы отвечаете за то, что вы дали. Не юридически, но морально-этически, но также полезно. А зачем вам это делать бесплатно? Кроме того, когда в нашем обществе деньги – это мера оплаты вашего труда. Вы делаете что-то бесплатно, значит, вы унижаете свой труд. Ну, классическая ситуация была, до сих пор остается бабушка, юридическая консультация. Бабушка засовывает голову в юридическую консультацию в дверь и говорит, а мне спросите. Она говорит, да, конечно, 50 рублей. Нет, нет, мне только спросить. Ну, 500 рублей. В данном случае бабушка не понимает этой ценности. А это ценность. Человек учился очень долго, человек знает, как консультировать, изучал это, все, он несет риски. Почему совет, почему в нашем обществе иногда до сих пор есть такая вещь, что можно бесплатно консультировать? Что это вообще позволить? Не надо этого делать. Конечно, иногда трудно отказать. Очень трудно. Не надо учиться этого делать. Вторая ошибка, она еще жестче. Запрет консультирования друзей и родственников. Здесь сложнее отказать. Например, ваш папа что-то спрашивает. А скажи-ка мне это. Вы говорите, бесплатно не могу. Как? Я тебе учу. Я тебе деньги на учебу. Кормил, поил, а ты мне не можешь дать мне никакой консультации? Это что? То есть, как сделать так, чтобы папа отстал и не обиделся? Это мы с вами отдельно будем рассматривать на семинарском субъектах. А это очень важно. Почему? Ну ладно, папа, да? Хорошо. А родственники? Чуть подальше. Вы можете потерять не только родственников в результате неудачного выхода. Да? Ну и клиентов вообще будущих. Ну зачем? Ну наоборот. Не только клиентов, но и родственников. Потому что родственники смотрят на вашу услугу в любом случае. Может быть даже благодарность на все. Ну как на бесплатную. А что значит бесплатная услуга? Ну это как-то уже, да? Ну слушайтесь в термин. Бесплатная услуга. Качественна ли она в термине бесплатная? Вот они относятся к этому. Ой, Вася мне дал. Да, да, да. Племянник дал мне консультацию. Потом она же пойдет к адвокату и будет переспрашивать. Зачем? Это запрещено. Запрещено. Ну в данном случае, ну как бы, запретить это прямо нельзя, конечно. Но не рекомендовано, потому что многие адвокаты теряли свой статус. Не потому, что они врубили следователя, прокурора или судеб, а из-за того, что они оказывали бесплатные услуги своим родственникам. Которые потом на них писали жалобы и после этого их лишились вопроса. Ну и последняя ошибка, о которой я бы не завершу консультирование. Ошибка следующая. Консультируйте то, что действительно хочет клиент. Когда люди приходят за консультацией юридической, понятно, что у них что-то случилось. Что-то у них произошло. Но люди не всегда понимают, что у них произошло. Они видят какое-то внешнее проявление проблемы. Но истину иногда они, более того, они ее не рефлексируют. То есть они ее специально, то есть у нас сознание так устроено, что мы проходим наши проблемы. Мы не хотим про них проговаривать. И более того, когда мы приходим к адвокату иногда, мы говорим о чем-то, не о нашей проблеме, а о каких-то внешних, может быть, ее проявлениях. Например, пример такой. Приходит женщина и говорит, я хочу развестись. И адвокат в ходе консультирования понимает, что наоборот она не хочет развестись. Если он сделает так, ее проконсультирует так, как она действительно говорит. Чем закончится? Да, он получит гонорар, да, он разведет. Останется ли она довольна, в любом случае, в душе где-то, да, вот, оказанным условием? Конечно же нет. Так что она и должна говорить? Ну как он должен? Он же не психолог. В такие случаи надо к психологу обращаться. Ну, как сделать так, чтобы клиент остался доволен, мы с вами проговорим. И он будет у нас, это можно так делать. В любом случае, мы исходим из того, что не из альтруистических, ну, не только из-за эгоистических, да, вот таких, наоборот, альтруистических порывов сделать так, чтобы клиенту было хорошо. А именно из прагматики. Если клиенту действительно хорошо, он придет и еще приведет, а те еще приведут. И мы будем отбиваться от клиентов, будем передавать их кому-то, продавать клиенту, есть такие функции. Но главное, сделать так, чтобы клиент остался доволен. А как же в том случае, если вы ложно поймете, что она не хочет разводиться, на самом деле она будет ходить, и вы будете навязывать, не разводись. А есть такие техники, которые определяют истину. Причем, адвокат не будет ее проковаривать. Клиент сам это поймет. То есть есть, как спросить, да, у клиента, чтобы клиент сам понял, что происходит. Это происходит в процессе разговора. Это не, конечно, трудный процесс. Это не тот, что она сказала, а все, все, пишем исковое, так делим, дом пополам, мне четвертинку, ну, за консультацию, вот, и так далее. Это, конечно, легкий путь и быстрый. А длительный путь, это поговорить с клиентом. Задать ему вопросы определенные. И клиент в ходе разговора может сам выйти на то, что он действительно хочет. Главное не спешить. И тогда будет качественность. Итак, мы завершаем консультирование. Самый элементарный вид вообще адвокатских услуг или адвокатской деятельности. И переходим на второй вид. Это составление документов юридического характера. Мы переходим уже к такому понятию, как письменная речь. Адвокат что-то записывает, что-то фиксирует. И вы, наверное, понимаете, что письменная речь очень сильно отличается от речи уст. То, что я сейчас вам могу рассказать устно, если я это запишу буквально, как я говорю, это будет нечитабельно никак. Если вы будете читать, сейчас включить, есть специальные программы, которые переделывают голос в письменную речь. Это вообще будет вред страшным. Потому что у нас два языка. Как минимум два русских языка. Русский устный и русский письменный. Но цель у них одна. Цель убедить того, в чем-то того, кому обращается это письмо. И этот документ. Что должен убедить документ, который создает адвокат. Например, в чем должно убедить исковое заявление. А в том, что когда судья его прочитал, как обидели листца. Как правда его обидели. Да все понятно. Все четко, понятно. Никаких вопросов нет. Дайте флешечку ваше исковое, чтобы я его вставил в решение сюда. И такое бывает. То есть просто не добавить, не убавить. Так все красиво. Как так можно речь убедить? Вот я сейчас пытаюсь убедить там и тембром голоса, и скоростью. То есть есть такие механизмы риторические. На Володина, который изучает и преподает. А тут письменная речь. Это еще сложнее. Я в своей жизни видел не более четырех документов. Которые были вот так составлены. Которые прочитаешь и действительно. Во-первых, понятно. И понятно, что делать. Ну давайте некоторые правила составления документов. Запишем. Это, конечно же, огромный вообще пласт знаний, огромный пласт практики. Ну хотя бы я вам покажу дорогу, куда идти, на что может быть и вращать не надо. Итак, первое это объем документов. Люди такие существа, которые не любят занудство. Не любят долго что-то делать скучное. А юридическая речь, юристы вообще так навострились писать, что даже если захочешь, не поймешь. А если поймешь, то вообще со скуки умрешь. Сколько максимум судья сможет прочитать листочку? Сейчас хорошо. Сейчас есть две волшебные клавиши. Копировать и вставить. И можно документы делать вот такой толщины. Кто это будет читать? То есть мы встаем в вопрос, сколько листов должно быть, буквально, формально, сколько листов необходимо в любом юридическом документе. Здесь у нас две крайности. Одна крайность такая. Слишком много, если слишком много, никто читать не будет. Никто не будет читать ваши 50 страничек. В принципе. Я так подозреваю, что вот с этими двумя волшебными клавишами даже автор это не читал. Да, вот вставлял, примерно так вставлял и вставлял. А смысл? Если ваш адресат не читает, отношение понятное к этому документу. Но есть другая крайность. Если вы написали мало, например, отдай миллион. И точка. Вроде бы все понятно. Да, кто отдает, кому отдает, вроде бы там все понятно. Но не убедительно. То есть, мы какие-то должны приводить доводы, логические доводы. Можно и риторически даже писать на речи, есть такие приемы. Мы можем применить. То есть, они должны быть. Сколько же примерно тогда должен быть документ? Ну, практика показывает. Знаете, вот в Ютубе есть такие счетчики, которые показывают, как долго люди смотрят один ролик. Когда я туда закачивал лекции по 12 минут, я потом понял свою ошибку. По 20 минут, есть час 20 лекций. Более 3-4 минут люди ничего не смотрят. Потому что быстро устают и переключаются на выход. То есть, максимум. Значит, из этого уводим, ну хотя бы не из этого вообще, максимум 4 странички. Ну, 4 еще можно. Но больше, ну смысла просто нет. Но здесь есть техники, как сделать так, чтобы в эти 4, все-таки это мало, да? Опять же, все зависит от объема. То есть, по арбитражным делам, конечно, объем больше. Где-то расчеты различные. По бракоразводному процессу действительно может быть и немного. Но здесь есть тонкость, и как сделать так, чтобы читал, чтобы автор читал. Случаются ли у вас такие учебники, которые сел вечером читать, и только утром такой очнулся. То есть, весь, всю ночь судорожно читал учебник, так было интересно. Представляете? В принципе, это возможно. То есть, есть же какие-то рассказы фантастические, которые так читают. Гарри Флоттер. Ну, например. Вполне возможно, что так и учебники можно делать. Так можно и писать документы. То есть, как сделать, чтобы ему было интересно, что же там, а как же. И он дочитал, так легко, там, судья, или кому адресован документ дальше. Итак, что мы делаем для... Есть такие методики, как этому добиться. Первое. В начале текста выделяются главные тезисы и главные доводы. Берете самое яркое, что есть, самые мощные доводы, которые у вас есть, и коротко, одним предложением, ну, смотри, 4 довода, в самом начале вашего документа. Если... То есть, они сразу заинтересуют. То есть, они сильные. Это сильный текст. Самый сильный текст. Они сразу заинтересуют. То есть, по крайней мере, уже видно, он прочитал эти доводы, или она, да, судья. И они сразу видят, что есть смысл. Да, это не бла-бла-бла, документы же бы написать, а что-то, что-то имеющее значение. Необходимо выделять. Знаете, вот сейчас в книгах все выделяют. Там, жирным шрифтом, курсивом. Это все именно направлено на то, на удобство чтения, чтобы можно было хорошо это все прочитывать. Следующее – это ссылки. Опять же, подходите к человеку, который будет к вам, будет читать ваш документ, как к клиенту. Да? То есть, подходите к нему так, чтобы ему было удобно. Например, некоторые адвокаты пишут. Мой довод – это заключение эксперта, которое находится в том 16, или с дела 367. В скобочках. Станет ли судья в конституционной инстанции искать этот том, открывать там и его смотреть? Ну, они тоже люди, да? Ну, видно, что бред. Чего там смотреть? Опять же, но с другой стороны, если вы всю эту экспертизу аккуратненько скопируете и вставите, будет ли этот судья читать? Нет. Выход. Берете просто сам суть этой экспертизы и указываете, на каком месте делаем. Если судья увидит, что это важно, что важно для лекарственной инстанции, он пойдет и посмотрит. Если не важно, может быть, его зацепит какой-то другой фрагмент. Ну и последнее, что бы я хотел про документы проговорить. Опять же, очень интересная тема. Я так и вас заинтересую. В Риме были юристы, которые такое написали документ, который мы пользуемся до сегодняшнего дня. Вы слышали, наверное, о понятиях виндикационный, негаторный риск. Это юристы придумали так классно, так красиво, что мы сегодня этим пользуемся. То есть, это вполне возможно. Такие это дарписы. Итак, последнее, что бы я хотел сказать, это в документе необходимо указать, что вы хотите. Достаточно часто, это действительно часто, пишут доводы, красиво, все описывают, читаешь уже, думаешь, ну-ну, да, давай, я согласен, и что ты хочешь, и точка. А что именно хочет человек? Или он просит одно, а хочет раз совсем другое, доводы по-другому. То есть, в конце документа вы должны четко сформулировать, что вы хотите. А еще лучше, на всякий случай, и в начале документа. То есть, в начале, что вы хотите, и продублируйте этот процесс. Чтобы было видно, о чем вообще этот документ, цель его составления. Вот, пожалуй, и все по поводу юридических документов. И переходим к третьему виду деятельности. Он самый дискуссионный. И он связан с таким вопросом, как адвокатская монополия, очень с ключевым вопросом адвокатуры, один из ключевых. Вот мы сейчас им займемся. Это представительство. Идея была следующая, она и существует до сих пор. Это вечный вопрос адвокатуры. Есть потребность в рынке юридических услуг. Есть потребность в услугах. И встает перед государством, перед обществом такой вопрос. На этот рынок пускать всех юристов, или вообще всех, или только особо избранных. Например, до 1866 года могли юридические услуги оказывать все. Там по-разному они назывались. И стряпчи, и пособники. В разный исторический период. То есть, это не было регламентировано. А затем придумали так. Давайте юридические услуги будут оказывать только определенную группу лиц. Например, назовем ее, как же мы ее назовем, подумали и назвали присяжные поведения. Сейчас это называется адвокатом. То есть, разрешим только адвокатам оказывать юридические услуги. Но так как консультации, например, очень трудно запретить оказывать кому-то еще, ну, кроме адвокатов. Да и составлять документы тоже вообще-то не драматично. Так как обычные документы не подписываются в грузу, да, кто их составил. То предстоительство это сделать можно. Заключается в таком вопросе. Кого пускать в суды с предстоительством или с защитой по другим делам? Всех или только адвокатам? Здесь такой вопрос. По-разному он решался и в нашей истории, и в истории других государств. Первый вариант такой. Всех пускаем. Но тогда у нас вопрос. А как определить качество этих услуг? Всех, ну как-то. Вообще страшно подумать. Без юридического образования могут оказывать юридические услуги. Это же плохо. Ну, как будто. С точки зрения общества это считается плохо. Хорошо, давайте не всем. Давайте только определенной группе лиц, вот только они могут оказывать больше никто. Это называется монополия. Когда возникает монополия, что происходит? Происходит цен, рост цен, но услуги резкие. И в конце концов падает качество. Например, у нас перед глазами яркая материальная монополия. Жесткая монополия наказания материальных услуг. О их качестве уже лениво не говорит. Очень отвратительное качество, очень высокие стоимости, и услуга отвратительна оказывается. Люди в очередях стоят, это вообще мне непозволительно. То есть, с одной стороны, надо как бы сжимать, а с другой стороны, надо заслабить. Итак, что у нас произошло в России? Мы пойдем по процессам. То есть, тут в зависимости от каких видов процессов. Итак, первый, это уголовный процесс. Уголовный процесс это когда привлекают к уголовной ответственности. И здесь мы пойдем с вами по пути Аглосаксонского. То есть, возьмем какой-то прецедент и его будем разбирать. Итак, прецедент Гитис Абрамов. Гитис Абрамов был такой случай. Человека стали привлекать уголовной ответственности. И он пришел со своим другом, это Саратов, он пришел со своим другом, юристом, кандидатом юридических наук, но, к несчастью, не адвокатом. И следователь говорит, что это без адвоката? А вот он будет меня защищать. Нет, смотри, пока написано в РСССР еще тогда, адвокат. А это же не адвокат, но он же юрист. Нет, не могу я. Дело дошло до консенсационного суда. И консенсационный суд стал решать, допускать не адвоката или не допускать, допускать или не допускать. О том, что это вопрос очень сложный, дискуссионный, говорит следующий факт. Перевес в решении был в один голос. Один судья в один голос в ту или в определенную сторону был перерез. В какую сторону? В том, что только адвокаты могут на стадии следствия оказывать юридическую судебную. То есть адвокатская монополия в уголовном суде из одного человека перерезла. То есть это очень дискуссионный значок и неоднозначный вопрос. Следующее дело, дело Мелехова. Дело Мелехова была такая история, когда современный арбитражно-процессуальный кодекс писали, был такой представитель высшего арбитражного суда, он сказал, знаете, надоели нам эти юристы, они не адвокаты, они что только умеют делать, деньги переносить от судьи, от клиента к судье, наоборот, от клиента к судье. Нам такими нужны только адвокаты. И в кодекс прописали, юридические услуги у представителей в арбитражном процессе может быть только адвокат или юрисконсульт с одной из сторон. То есть ввели адвокатскую монополию. Дело Мелехова, Мелехов это наш из Волжского есть такой юрист, он профессор, он участвовал в конституционном суде, я и назвал по его имени этот прецедент. Решили так, нечего там устраивать монополию. Что, адвокаты не имеют деньги переносить? Легко. Разве морально-этические реддиты установки вообще адвокатской лечим или просто не место? И решили так, что монополии в арбитражном процессе не бывают. Следующий у нас был, после этого принимали гражданский процессор. В гражданском процессе тоже адвокатской монополии нет. Там любое лицо может оказывать общественную услугу. И у нас есть последний вид судопроизводства, это конституционное. Конституционный суд решил так, для себя только адвокатов. Ну, или кандидатов или докторов науку. Итак, подведем итоги. Представительство монополия у нас в уголовном и конституционном производстве на сегодняшний день адвокатская монополия. А гражданская, арбитражная и административная сфера не монополизия. Пока. Хотя, кое-кто очень хотел бы, чтобы это так же было. Итак, последний вид деятельности это бизнес-адвокатура. казалось бы, ну, сначала определение, а потом возглас. Это оказание юридических услуг хозяйствующим субъектам. Опять казалось бы, любое предприятие, у любого предприятия есть юрист. У него даже есть термин, обозначающий его, эту должность. Это юрисконсульт. Если предприятие побольше, у него два юрисконсульт. Если еще побольше, у него начинают юридические отделы. Ведь такие юридические отделы, такие огромные в каких-то монополиях, где вообще там несколько десятков человек, они нанимают адвокатов. Зачем юридические услуги, адвокатская помощь фирмам, у которых есть свои юристы. Это удивительно. Зачем? Они действительно нанимают. То есть им Газпром никогда не выйдет в суд без адвокатов. Почему? Может быть юристы более профессиональные, то есть адвокаты более профессиональные, более хорошо знают предмет. Да нет же, например, Лукойл. У Лукойла у них договор поставки ГСН, грызочесмазочных материалов. Юрисконсульт сидит на этих договорах лет 20. Кто лучше знает об этих договорах, если там что-то произойдет, юрисконсульт или адвокат? Ну как бы ответ понятие. Он этим занимается, адвокат может что-то об этом слышать. Зачем там адвокат? Будет очень простой. Дело в том, что адвокат это тактика. Тактика и стратег. Суд это как игра такая. И адвокат умеет как играть. То есть он знает как допросить своих свидетелей, чтобы они сказали как надо. Как допросить чужих свидетелей, чтобы они не сказали то, что не надо. Как вовремя подать документы? А может ли документы вообще не подавать? То есть материальное право знает лучше юрисконсульт. Но саму стратегию, саму тактику, само поведение, как повернуть, что сделать, лучше знает адвокат. И поэтому как правило если приходит юрисконсульт в суд, шансов отобран, изучив не только такими-то экзаменами, но очень длительной практикой условно. Итак, на этом я бы хотел завершить нашу лекцию. Спасибо.